Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии Оксана Холодова. Здравствуйте. И вот основные темы. Инаугурация губернатора. Василий Орлов официально вступил в должность главы при Амуре. Ушли в отставку. Сразу два заместителя мэра Благовещенска покинули свои посты. Мир без слез. Детской областной больнице вручили сертификат на полтора миллиона рублей. Деньги пойдут на покупку современного оборудования. И мировой рекорд. Танцующие пенсионеры Благовещенска попали в книгу рекордов Гиннеса за самый массовый флешмоб в стиле диско. Василий Орлов официально вступил в должность губернатора при Амуре во время церемонии инаугурации, которая прошла в Амурском театре драмы. Новый глава региона поблагодарил свою команду за хорошую работу, а родных за поддержку. Уже 11-го губернатора области поздравили политики, бизнесмены, общественники и полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он специально приехал на торжественную церемонию. Продолжит Анастасия Петраш. До начала церемонии инаугурации несколько минут в зале продолжают собираться гости. Политики, руководители региональных и муниципальных органов власти, журналисты, общественники. На сцену выносят флаги России, Амурской области, а также символы губернаторской власти. После в зал входит и сам избранный амурчанами губернатор Василий Орлов. Первым слово получил председатель избирательной комиссии Николай Неведомский. Он подвел итоги выборов. Орлов Василий Александрович получил 108 тысяч 145 голосов избирателей, что составляет 55,6%. То есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, губернатором Амурской области в первом туре выборов избран Василий Александрович Орлов. Николай Неведомский вручил Василию Орлову удостоверение губернатора. И после этого в торжественной обстановке глава региона принес присягу, а также поблагодарил за оказанное ему доверие президента России, жителя Амурской области, которые отдали за него свои голоса на выборах, своих друзей и свою семью. Я благодарю своих родных, свою семью, родителей, свою супругу за то волнение, которое им пришлось пережить. И прошу прощения за то, что сейчас остается очень мало времени для общения. Очень жаль, что мой дед, почетный житель города Благовещенска, Василий Михайлович Ступников, не дожил около года. До этого момента я думаю, что сегодня он бы мной гордился. Поздравил Василия Орлова с назначением на пост губернатора и полпредпрезидента ВДФО Юрий Трутнев, специально прилетевший в Благовещенск. Он отметил, перед губернатором стоит много задач. Амурская область – регион, где реализуется огромное количество инвестпроектов. И нужно, чтобы все эти проекты обязательно были выполнены. Василий Александрович, вам только что вручили торжественно символы власти, но я все же хочу подчеркнуть, что главное содержание вашей новой работы – это не власть. Это ответственность. Это ответственность перед всеми людьми, которые отдали вам свои голоса. Юрий Трутнев передал Василию Орлову красную папку с поручениями президента и правительства России. По словам вице-премьера, документы должны помочь губернатору в решении задач по улучшению жизни в Преамурье. Во время пресс-подхода коллеги-журналисты поинтересовались у полпреда, что же содержится в красной папке. Все поручения. Поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, поручения правительства по поводу развития Амурской области. Здесь очень много, что надо сделать. Здесь сейчас строится, я не стал подробно говорить, но здесь строится 32 социальных объекта. Город свободный, нам надо развивать, потому что там вокруг будут крупнейшие предприятия, и сегодня город не готов принять такое количество новых жителей, новых работников. Поэтому очень много, чем сельское хозяйство надо развивать. Все это в этих поручениях есть, мы это все будем контролировать, но и помогать будем тоже. Василий Орлов, в свою очередь, отметил, с официальным вступлением в должность для него ничего не изменилось. Даже церемонию постарались сделать с максимально короткой. Она прошла всего за 20 минут. У губернатора много работы. У нас, конечно, главный по масштабу проекта – это газоперерабатывающий и газохимический комплекс, который я очень рассчитываю будет строить Сибур. В ближайшее время мы займемся береговым креплением реки Амур, начнем строить канатную дорогу. У нас завершается строительство автодорожного моста, есть планы по строительству железнодорожного моста в Китай. И очень надеюсь, что нам удастся начать проект автомобильного моста через реку Зия, второго моста. И многое-многое другое. Это очень долго можно перечислять. Губернатор также отметил, сейчас состав правительства практически укомплектован. Команда «Хорошая» – все профессионалы. В ближайшее время глава региона обещал сообщить, кого еще пригласит работать на благо Амурской области. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Между тем, бывший амурский губернатор Олег Кожемяка назначен временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края. Документы о назначении подписал президент Владимир Путин. Олега Кожемяка называют кризисным управляющим. У него богатый опыт работы в проблемных дальневосточных регионах. С 2005 по 2007 годы он был губернатором Корягского автономного округа. С 2008 по 2015 руководил Приморьем, сменив на посту Николая Колесова, который досрочно прекратил полномочия главы региона. В 2015-м Олег Кожемяка стал главой Сахалинской области. Прежнего губернатора Александра Хорошавина приговорили к 13 годам лишения свободы за взятки. И теперь Олег Кожемяка будет трудиться в Приморье. Он, кстати, родился в Приморском крае и большую часть жизни провел именно там. Уже бывший руководитель Сахалинской области, единственный за всю историю России губернатор, который возглавлял более двух субъектов Российской Федерации. Решение о кадровых перестановках Владимир Путин принял после того, как выборы губернатора в Приморье признали недействительными. И в Рио Андрей Тарасенко написал заявление об увольнении. И теперь о кадровых изменениях в администрации Благовещенска. Свои посты покинули сразу два заместителя мэра. О перестановках в руководстве администрации города стало известно во время очередного заседания Благовещенской думы. Олег Косолапов и Олег Залива сообщили народным избранникам о том, что покидают свои должности. Изменения произошли в городском управлении капитального строительства. В отставку подали директор Татьяна Соболева и ее заместитель Дмитрий Руденко. Мэр Благовещенска Валентина Калита отметила, что о других изменениях в составе администрации станет известно на следующей неделе. Автоматизированные котельные могут появиться в небольших населенных пунктах Преамурия. Возможность установки таких систем рассмотрели на совещании в областном правительстве. Благодаря новаторству планируется снизить затраты тепловой энергии на нужды самой котельной, расходы топлива и электричества, а также расходы на зарплату персоналу. К тому же, по словам специалистов, увеличивается надежность системы теплоснабжения. За счет внедрения в 2011 году частотно регулированного привода на объектах водоснабжения и водоотведения городов Белогорск, ЗЭС, Свободный, Шимановск, уже в следующем году был получен экономический эффект порядка 27 миллионов рублей при затратах на реализацию 46 миллионов. То есть 50% в следующий год предприятия сэкономили 50% от вложенных средств. Общая сумма, как я уже сказал, экономии составила 20 миллионов рублей. Министр ЖКХ предложил использовать предыдущий опыт и реализовать мероприятия по установке частотно регулируемого привода в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Внедрение системы уменьшит количество предприятий банкротов, увеличит их финансовую устойчивость. Как следствие, вырастет качество оказываемых населению услуг. По данным мониторинга, систему можно внедрить в 18 районах области. Василий Орлов предложил разработать программу, по которой предприятия, взявшие кредиты на установку энергосберегающего оборудования, смогут получить от правительства области субсидии на погашение процентов по этим обязательствам. Оплачивать их будут до полной окупаемости. Оборудование примерно около двух лет. В течение недели предоставляйте Сергею Николаевичу, можете мне в копию по электронной почте предложения, которые дадут эффективность экономии бюджетных средств. Своеобразный рекорд по сбору с населения оплаты за услуги ЖКХ поставили в Рачихинске. В августе этот показатель составил почти 100%. Специалисты говорят, что жители оплачивают коммунальные услуги активнее после открытия в городе угольщиков первого на Дальнем Востоке единого расчетно-информационного центра. Уже год за отопление, электроэнергию и воду Рачихинский платят по одной квитанции и в одном месте. Как работает новая система, рассказали главам районов области Юрий Камышный подробнее. У нас весь подготовительный путь к первому ЕПД по Рачихинску занял 4 месяца. Именно столько времени понадобилось дальневосточной энергетической компании на то, чтобы запустить в работу первый на Дальнем Востоке единый расчетно-информационный центр. В будущем, говорят энергетики, на эту процедуру будет уходить в два раза меньше времени. Спустя год его работы озвучили и первое достижение. За счет онлайн-площадок почти в три раза сократилось обращение клиента в центр. Почти на 10% в городе увеличился уровень собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги от населения. Плюсы от введения одной квитанции и одной организации, которая занимается начислением и сбором платежей, объективно оценили и местные власти. Актуальная аналитика по расчетам в сфере ЖКХ. То есть одно предприятие, которое занимается начислением и сбором, то есть мы полностью картину эту видим. Наличие оперативного контроля над денежными потоками в сфере ЖКХ. Снижение вероятности долгов у управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями. Снижение нагрузки на суды и судебных приставов. Система одного окна, которую предлагает компания Амур Энергосбыт, в первую очередь рассчитана для удобства клиентов. Теперь все платы за ЖКУ производятся в одном месте. Оплату можно произвести и через личный кабинет. Единый расчетно-информационный центр предлагает своим абонентам и ряд других сервисов. Передавать показания счетчиков можно как онлайн, так и по телефону. Но самое главное, абоненты вместо нескольких счетов получают один. Конечно, это удобнее. Будем внедрять, и мы направлены были сюда, и губернатор на этом заострил особое внимание, что надо именно внедрять новые технологии, перспективные методы работы с насилием, упрощать именно работу предприятий и упрощать для жителей области именно сам процесс оплаты. Как оказалось еще в ходе презентации, такую систему оплаты услуг ЖКХ по одной квитанции хотят внедрить и в других районах области, особенно на севере региона. Сейчас по приезду буду собирать все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, все те, кто может попасть именно в этот платежный документ. И буду рассказывать о выгоде, об увеличении собираемости. В Амурском филиале Дальневосточной энергетической компании говорят, что готовы прийти на каждую территорию области. Самое главное, чтобы в этом процессе были заинтересованы местные власти, управляющие и ресурсоснабжающие компании. Потребность в общении по электроэнергии мы закрываем, но вот этот дополнительный поток мы должны обеспечить его более качественно. И, конечно, здесь все будет зависеть от того, как мы отработаем с органами местного самоуправления по определению вот этих механизмов. С других точек, например, технологии нашей, выпуска ЕПД, наверное, здесь ничего не сдерживается. Условно говоря, при наличии комфортных условий для приема срок может составлять 2-3 месяца для того, чтобы зайти уже на начало выпуска единого платежного документа. Уже сегодня к проекту единого расчетно-информационного центра частично присоединились город Свободный, Свободненский и Магдагачинский районы. С октября оплачивать коммунальные услуги по единой квитанции будут и в Благовещенском районе. Если проанализировать данные, которые озвучили в Райчехинске, за этой системой будущее. Единая квитанция удобна и для абонентов, и для коммунальщиков. Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. Более 150 участников и десятки социальных проектов. В Благовещенске прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Волонтеру представили проекты, которые уже притворили в жизнь, и те, которые пока не реализованы. Очень важно, что среди этих работ есть работы, посвященные помощи людям с ограниченными возможностями. Есть работы, которые связаны с уходом за одинокими, престарелыми людьми. Есть очень интересные инициативы, которые посвящены профориентационным мероприятиям и вовлечению сегодня молодых людей в такие социальные сферы, как здравоохранение, образование, социальная защита. То есть вот те уже работы, которые мне удалось посмотреть, на мой взгляд, каждая из них заслуживает отдельные награды, отдельные похвалы. На конкурс подали заявки как юные добровольцы, так и добровольцы со стажем. Они могли принять участие в работе 11 секций разных направлений. По результатам регионального этапа некоторые общественники получат возможность участвовать в федеральном конкурсе и выиграть грант до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта. В декабре состоится большой фестиваль добровольчества, приуроченный к Дню добровольства, который традиционно отмечается 5 декабря. И лучшие представители Амурской области, которые пройдут наш региональный отбор, будут рекомендованы к участию к этому крупному федеральному мероприятию. Сертификат на 1,5 миллиона рублей получила Амурская областная детская клиническая больница. На эти средства медучреждение приобретет современное оборудование, которое позволит проводить обследование детей с заболеваниями мочеводелительной системы. Сертификат врачам передали в торжественной обстановке, а для маленьких пациентов устроили праздник и пригласили героев программы «Спокойной ночи, малыши». Посмотреть на представления Фили и Степаши собрались больше сотни детей и их родителей. Все они проходят лечение в детской областной больнице. Так, например, Анна Медведева со своим 4-летним внуком Эльдаром приехали из Новобурейска. Две недели пролежали в кардиологическом отделении. Через день их выписывают. Признаются, представления легендарных детских героев ждали с нетерпением. Мы смотрим периодически, спокойно ночью. Нам нравится Хрюша, Степашка. Передача очень древняя, давняя и очень интересная. Представление для детей стало веселой частью главного события – передачи сертификата на полтора миллиона рублей. На эти деньги медики оснастят отделение урологии новым высокотехнологическим оборудованием. Оно позволит эффективнее обследовать и подбирать правильную терапию детям с первых дней жизни. Современный аппарат может диагностировать болезнь мочеиспускательной системы не только у малышей, но и у амурчан до 18 лет. На протяжении последних лет данный метод обследования у нас не применялся. Он был раньше у нас. У нас была подобная система, но которая уже по истечении своего срока эксплуатационного вышла из строя. И действительно, на протяжении нескольких лет этот метод обследования у нас не применялся. Его пытались заменять и заменяли другими методами вспомогательными исследованиями, подбирали терапию. Но досконально изучить причины нарушения мочеиспускания, конечно, не представлялось до конца возможным. Финансовую поддержку Амурская клиника получила в рамках благотворительной программы «Мир без слез». Она существует 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде нового оборудования, лекарств и расходных материалов. В этом году мы уже были, первый раз были в Чечне, впервые сейчас в Волговещенске. На следующей неделе также будем на Дальнем Востоке в Хабаровске, еще через неделю будем в Новосибирске, потом будет Владимир, центральная часть России. Вот на следующий год планируем и Магадан, и Мурманск. Вот, как с недавно были в Калининграде, то есть вы сами видите, что география самая обширная. Благотворительную программу «Мир без слез» реализует один из российских банков. Ежегодно специалисты посещают по 20 городов. Подать заявку на участие в проекте может любая детская больница. Подробную информацию можно узнать на интернет-портале под названием «Мир без слез». Вероника Федореева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Установили рекорд. Амурские и китайские пенсионеры сошлись в массовом флэш-мобе и попали в Книгу рекордов Гиннеса. В Поднебесное 30 танцоров Благовещенской ассоциации пожилых людей выступали с 20 по 23 сентября. В Хэхэ Благовещенская делегация танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья» выступила на фестивале, посвященном национальному китайскому празднику «Дню Луны». А уже 22 сентября амурские танцоры приняли участие в самом многочисленном по версии книге рекордов Гиннеса флэш-мобе пожилых людей «Встряхнемся в стиле диско Харбин-2018». Его организовала телерадиокомпания провинции Хэлудзян. В момент исполнения этого танца и был установлен новый мировой рекорд по количеству участников – 1238 человек. Они нам заранее прислали видеотанец. Мы его здесь изучили. И по приезду туда мы показали сначала, что мы умеем танцевать. И нас поставили прямо в центр вот этой всей большой группы. Несколько раз провели репетиции, а потом запись. Каждый участник получил вот такой памятный диплом. Он указывает, где проходило, что за мероприятие, какое количество участников было. И эти дипломы именные. Здесь написана фамилия того участника, который непосредственно участвовал в этом танце. Амурские спортсмены будут заниматься на новом гимнастическом оборудовании. Комплексы стоимостью 12 миллионов рублей передаст городу Федерация спортивной гимнастики России. Об этом в официальном письме мэру Благовещенска сообщила вице-президент организации Валентина Никонорова. Итак, в комплекте два сборно-разборных комплекса для проведения мужских и женских соревнований. Протестировать новые снаряды амурские гимнасты смогут в рамках проведения юбилейного всероссийского турнира на призы мэра Благовещенска, который пройдет в амурской столице с 16 по 20 января следующего года. На соревнования приедут спортсмены Дальнего Востока, Сибири, а также Монголии и Филиппин. И на этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. А также заходите на наш сайт amurobal.tv. Самые свежие новости и на нашей странице в Инстаграм. Всего хорошего и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!